МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. И сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фроста быть лучшим, как работают чебоксарские предприниматели. Не нужен нам берег турецкий, какие перспективы у внутреннего туризма. Один за всех и все за одного. Как накопить на капремонт? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выполнение майских указов президента страны в части повышения зарплаты бюджетникам обсудили на еженедельном совещании у временно исполняющего обязанности главы Чувашия Михаила Игнатьева. Средняя зарплата врачей в первые пять месяцев года составила 31 тысячу рублей. Среднего медперсонала – 17 тысяч. Остальных работников здравоохранения – 11. По данным Минздрава, эти цифры превысили индикативные показатели. Превышение индикативов в основном связано с тем, что сотрудники работают выше, чем даже полторы ставки. То есть полторы, где-то есть 1,7-1,8 ставок. То есть за счет нехватки врачей и среднего медицинского персонала. Различается зарплата у врачей-стационаров и поликлиника также в зависимости от уровня помощи. Алла Самойлова отметила, что вознаграждение за труд выплачивается медикам своевременно и в полном объеме. Группы к нарушению не выявлено. Заслушали на совещании информацию о выплате зарплат педагогам. На 1 июля 2015 года, по информации, которую мы получаем в оперативном порядке постоянно от органов управления образованием, муниципальных районов и городских округов, заработная плата и отпускные работники, ушедшие в отпуск с мая 2015 года, выплачены в полном объеме и задолженности нет. По данным Росстата январь-март, мы достигли всех показателей в целом Чувашеская республика. Дошкольным образовательным организациям зарплата составила 17 024, по школам 19 419, учреждение доп. образования 17 502. Госохотребслужбы Чуваши с 1 января 2015 года проведены 4 аукциона на право заключения охотохозяйственных соглашений в Ядринском, Марпасадском, Вурнарском и Шимуршинском районах. Сейчас разрабатывает документация на закрепление еще 17 охотничьих угодий. Для промышленного и любительского рыболовства готовится 21 участок на Волге и на Суре. Эти участки предоставлены победителям конкурсов сроком на 25 лет. По данным Росрыболовства, на двух участках промышленная добыча организована неудовлетворительно. И если в ближайшее время работа не будет налажена, с управляющими этих участков договоры расторгнут. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика. Капитальный ремонт в многоквартирных домах в разгаре. Первыми в программу включили дома старой постройки, 50-х годов и раньше. Как продвигаются работы, проверил временно исполняющий обязанности главы Чувашия Михаил Игнатьев. Дом на Ивана Франко, 1957 года постройки, так называемой сталинской архитектуры. С высокими потолками, толстыми стенами. Но коммуникации старые требуют замены. Всего на эти цели требуется полтора миллиона рублей. Жильцы пока собрали чуть более 68 тысяч. Остальное пойдет из фонда капремонта. В первой половине года была отмечена более активность населения по внесению взноса за капремонт. Где-то начиная с марта-апреля у нас сбор спал. А сейчас я смотрю по динамике сбора у нас все-таки идет к росту. И на сегодняшний день у нас средний, значит, за 7 месяцев сбор, это, значит, 46%. А если конкретно месяц только смотреть, последний июнь месяц, то уже порядка 57%. То есть, получается, население понимает, что платить за капремонт нужно. Население не только понимает, но и видит конкретные результаты. В доме номер 51 по Карлу Маркса уже поменяли электропроводку. Готовятся к работам в системе канализации и водоотведения. Подрядчики должны быть особенно аккуратны. Здание причислено к памятникам истории и архитектуры. С января 2015-го всем жильцам начислено за капремонт в общей сложности 117 тысяч рублей. Собрано всего 46%. Тем не менее, работа начата за счет платежей других горожан. От того, что я много раз буду говорить о том, что надо владеть, люди не захотят. Мы собственники, мы должны содержать свой дом. Я тоже за свою квартиру плачу за капитальный ремонт. У нас еще дом в ближайшие 5 лет не будет отремонтирован. Но мы платим в связи с тем, что эти средства направятся будут на другие дома. Платить или не платить вопрос не стоит. Все решения на уровне республики и города приняты на основании федерального законодательства. Чем отрицательнее будут владельцы жилья, тем быстрее они дождутся капремонта в своих домах. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня же Михаил Игнатьев побывал на Чебоксарском предприятии «Фроста». Временно исполняющим обязанности главы Чувашии показали, как на этом заводе реализуется программа импортозамещения. Подробности в следующем материале. Перед этим заводом сейчас открываются неплохие перспективы. Здесь производят посудомоечные машины, электрические плиты, холодильные шкафы. Оборудование устанавливают в ресторанах, магазинах и даже в школьных столовых. Спрос на продукцию повысился в разы. У нас был всплеск после Нового года. Наша продукция стала более востребованной по многим направлениям. Например, механическое оборудование. Мы за первые полугодия 2015 года практически в пять раз выпустили больше механического оборудования, чем за весь прошлый год. Это напрямую связано, я так полагаю, с кризисом. Наша продукция стала более конкурентоспособной. Прошлогоднее повышение курса доллара повлияло не только на спрос. Временно исполняющему обязанности главы республики рассказывают. Работникам предприятия повысили заработную плату. Большие средства на заводе инвестируют в модернизацию производства. Здесь закупились современные лазерные станки и новейшие установки по металлообработке. Продукцию предприятия сейчас вывозятся не только в российские регионы, но и в страны СНГ. Недавно были заключены выгодные контракты с Узбекистаном. Для подобных предприятий в республике предусмотрены меры поддержки. Те предприниматели, которые открывают новые производства, мы вложенные инвестиции в течение 5 лет освобождаем от налога на прибыль, от налога на имущество и рядом других отдельных преференций. Это льгота для них. Для тех, кто новые предприятия будут организовывать, мы антикризисный план приняли, утвердили. Для них в течение двух лет налогом ничего не облагается. Во время каждого рабочего визита на предприятие Михаил Игнатьев выкраивает время для общения с коллективом. Взяли на карандаши вопросы работников этого завода. Их интересовали ремонт цивильской трассы и коммунальные проблемы. Алексей Андреев, Дмитрий Ковалев, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Минувшие выходные выдались дождливыми. В некоторых районах прошли грозы с градом. Из-за шквалистого ветра в Батревском районе пострадали постройки в семи домовладениях. По данным Главного управления ГО и ЧС Республики, из-за грозовых разрядов произошло два пожара в Маргаушском и Комсомольском районах. В трех сельских поселениях Гурмарский район, Марпостатский район, Батревский, тоже электроэнергия. Из-за того, что были где-то обрыв линии электропередач, четыре опоры упали, 238 домовладений, 563 человека там проживали. Восстановительные работы от двух до четырех часов. То есть вчера к 22 часам 30 минут все восстановительные работы были завершены. Как отметил глава Госкомитета, в Батревском районе пять из семи пострадавших домов были застрахованы. Михаил Игнатьев призвал активнее призывать население страховать имущество, чтобы в случае чрезвычайной ситуации пострадавшие вовремя получали выплаты. Несмотря на прошедшие дожди, режим чрезвычайной ситуации в Батревском и Шамуршинском районах сохраняется. Ядринский районный суд приговорил сотрудника местного филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России Почувашской Республики в четырем годам лишения свободы условно. Он признан виновным в трех эпизодах получения взятки. Сотрудники следственного управления СКР Почуваши установили, что в декабре 2012 года в Ядрине сотрудник уголовно-исполнительной инспекции предложил осужденному к условному лишению свободы раз в два месяца передавать ему по 500 рублей за сокрытие возможных фактов нарушения порядка. Тот был вынужден согласиться с указанными незаконными требованиями и за два года дал виновному взятку на общую сумму 7 тысяч рублей. 18 марта прошлого года этот же инспектор потребовал от другого осужденного к условному лишению свободы, состоявшего на учете уголовно-исполнительной инспекции, передать ему 5000 рублей за непринятие к нему предусмотренных законом мер воздействия, как к осужденному, уклоняющемуся от отбывания наказания, за неявку на регистрацию в январе-феврале прошлого года. Тот был также вынужден выполнить указанные незаконные требования. В марте текущего года злоумышленник получил от 23-летнего местного жителя, также состоявшего на учете уголовно-исполнительной инспекции, как лицо, осужденное к условному лишению свободы, взятку на общую сумму 18 тысяч рублей, за сокрытие фактов нарушения последним порядка отбывания наказания, а также за получение разрешения на выезд за пределы постоянного места жительства. 18 марта действия сотрудника уголовно-исполнительной инспекции были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, он был задержан с поличным. Приговор вынесен в особом порядке, обвиняемый признал свою вину в полном объеме, в содеянном раскаялся. Аппарат уполномоченного по правам ребенка объявил о начале благотворительной акции по сбору гуманитарной помощи к началу учебного года детям Донецкой и Луганской народных республик. Необходимы новые канцелярские принадлежности, а также денежные средства. Вопросы можно задать по телефону 62-4105. Отдых в средней полосе России имеет ряд плюсов. Во-первых, не нужна шенгенская виза. Во-вторых, нет опасности застрять на чужбине из-за недобросовестного оператора. В-третьих, проще зэкономить. В Маргаушском районе Чувашии к этому списку преимуществ намерено добавить развитую туристическую инфраструктуру. Что уже сделано и что предстоит, узнала наша съемочная группа. Спасибо. Чувашии нужно всего-то свернуть с трассы М7 в сторону Маргауш и проехать минут 15 по хорошей асфальтированной дороге. В небольшом с виду здании пять залов, каждый посвящен отдельной теме. История этнографии, выдающимся землякам, героям-уроженцам Маргаушской земли. В этом районе в деревне Изидеркино установлен первый памятник матери, проводившей на Великую Отечественную войну восьмерых сыновей. Отсюда родом был известный писатель и журналист Василий Ржанов. Здесь родились прославившие республику воины-интернационалисты. И эта земля всегда славилась мастерицами-вышивальщицами. Верховых Чувашии можно было узнать по наряду из белого полотна с богатой вышивкой. Верховых Чувашии до Золотой Орды, на самом деле, были и хушпо, макет хушпо, мы здесь видим. Девушки одевали тухьё. Тухья в основном была сделана из бисера и бусина, а хушпо абсолютно была из монет, из серебряных больших монет. Самое ценное в экспозиции – коллекция сурпанов. У верховых Чувашик они не просто элементы одежды, а визитные карточки, письмена, с помощью которых обменивались информацией, сохраняли древние знания. Композиторы читали эти узоры, и на них, по этим узорам, можно сложить ноты и превратить их в мелодию. Удивительно, но факт – лицевую и изнаночную стороны сурпана невозможно отличить друг от друга. Узнать этот и другие секреты верховых Чуваший можно, заглянув в Маргаушский музей. Причем в скором времени сделать это смогут не только жители Чувашия и ближайшие соседи, но и путешественники из отдаленных регионов. Неподалеку от райцентра, на ТРА-77, строится большой туристический комплекс с гостиницей, банкетно-концертными залами, детскими развлекательными центрами и, главное, специальным сервисом для автотрейлеров. Допустим, если человек приезжает на автодом, на место, он оставляет свой трейлер, который пройдет полную диагностику. То есть 10 таких трейлеров могут единовременно пройти диагностику. То есть будет заправка санузлов, будет закачка контейнеров, мусора, прочистка, то есть обновление полностью автотрейлера, чтобы они могли дальше ехать и путешествовать. Подъехать к престижу можно с четырех сторон, и это будет первый в Поволжье объект туристической инфраструктуры такого уровня. Помимо путешественников сюда смогут приезжать люди, чтобы отметить юбилей или свадьбу, провести деловое мероприятие и многое другое. Сейчас над созданием комплекса трудятся маргаушские строители. Со временем рабочих мест станет еще больше. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В Москве отметили национальный праздник чувашского народа. А году и собрал в Первопрестольной огромное количество гостей из разных регионов. Подробности в сюжете Дмитрия Ковалева. Национальные песни и танцы, выставка мастеров декоративно-прикладного искусства и борьба на поясах киришу. А году и в Москве проходит вот уже 14 лет подряд. Людмила Литвинова сюда старается приходить каждый год. Для нее это отличная возможность пообщаться с земляками и послушать любимые чувашские песни в живом исполнении. Я же все-таки чувашка. Люблю свою национальность, свою чувашию. Землячество было как-то. Ну я туда не попала, конечно, но очень жалею. Что не попала. Вот узнала здесь Агадуй и я приехала, оставила все тела свои. Сюда на праздник Агадуй приезжают не только московские чуваши. Постоянные гости праздника – члены общины из Башкирии, Татарстана, Самары и других регионов. В этот раз торжества посвятили 95-летию со дня образования Чувашской автономной области. Организаторы подготовили обширную концертную программу. На импровизированной сцене выступали эстрадные артисты, хоры и не только. Изюминкой этого праздника стало дефиле национальных нарядов. Давайте поддержим гордыми аплодисментами наших прекрасных днам. На протяжении нескольких лет Чувашский Агадуй проходил в Изминовском парке. Но в этом году его впервые решили провести в самом центре столицы, на территории Московского дома национальностей. На размах торжеств это не повлияло. На значенное время сюда пришли более 500 человек. Артисты Московского Чувашского хора Адл – постоянные гости праздника Агадуй. Все солисты этого коллектива – уроженцы республики. На столичных концертах они выступают часто, но каждый год, признается руководитель, артисты с нетерпением ждут встречи с земляками. Здесь нужно создать атмосферу родины, чувашского звучания, колорита и так далее. Но с учетом современных форм произнесения музыкального текста. Мы стараемся, в общем, мне кажется, следуя традициям, не бояться инноваций. И в целом у нас такой акцент, наверное, на городскую культуру чувашскую, которая немножко не достает, как мне кажется. В Москве и Подмосковье проживает порядка 100 тысяч чувашей. Для уроженцев республики Агадуй – долгожданный праздник. Каждый год сюда приходят и почетные гости, известные художники-спортсмены и политики. Наш праздник поддерживается в Москве на самом большом уровне. Люди его ждут, люди созваниваются, договариваются, работают в социальной сети, работает сарафанное радио. И многие говорят, что мы здесь встречаем даже тех, кого не видели со школы. А году отмечают не только в Москве, но и на Дальнем Востоке. Этот праздник уже давно стал по-настоящему межнациональным. Дмитрий Ковалев, Расим Мухаммедов, Республика. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Оставайтесь с национальным телевидением Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова